всем привет блендер 2 91 и вот такая модель от сергея шершень суть вопроса в чем сейчас давайте попробуем вставить в него кости интересно будет потом конечно сделать анимацию здесь две пары рук как все это дело будет выглядеть чисто интересно сергей сказал что можно делать с этим персонажем все что угодно давайте разбираться погнали и так вот такой персонаж пришлось мне немножко его тут выровнять по симметрии с помощью модификатора мира все родное вот эти все части ничего не тронута крылья тоже все родные единственное что я поменял кисти рук вот так теперь все это дело выглядит кисти я взял именно из-за браш их можно немножко потом конечно подправить как-то сделать мультяшными пролепить ну суть вопроса чтобы стал рик нормально так единица на лампаде давайте посмотрим сетку на крыльях сетка нормальная вот именно на самом шершине она слишком плотная я добавлю децимейт модификатор и поставлю его на 0 тысячу enter немножко на подождать сетка слишком плотная так вот она уменьшилась теперь можно это все дело apple применить так теперь ждем опять же и и теперь убираем вот еще вот эту часть голова и жало и опять же уменьшаем децимейтом именно вот эту сетку 0 тысяча enter опять же ждем применяем apple смотрим руки тоже рукам добавим децимейт тоже поставим сейчас посмотрим сначала 0 тысячу если что прибавим enter так здесь пока прибавим и наверное рукам кистям рук так ну в принципе сетка не сильно плотная если что в процессе тоже уменьшим единица на лампаде shift а сочетание клавиш так подождите я сейчас n ключ у скрин касский чтобы вы видели то что я нажимаю n теперь в левом углу будет появляться именно нажимаемые клавиши и shift а сочетание клавиш mesh и так не mesh пардонте заговорился single bone вставляем косточку теперь находим вот этого бегущего человечка via port display in front чтобы увидеть спереди единица на лампаде если у кого сбилась модель так теперь давайте ее поднимем найдем вот эту вот часть здесь вот тело уже изогнуто если вы делаете модель под анимацию желательно чтобы руки были вот если две пары рук первую пару вы делаете в т позе а вторую делайте в а позе так единица на лампаде я вам сейчас все это дело нарисуем вот так это первые тут в т позе а эти руки должны идти чуть ниже в а позе так это все дело теперь удаляем стираем а вот этот хвост вот этот хвост и тело они должны идти ровно вот так вот до самого низа так погнали находим где теперь установить вот эту косточку тройка на нампаде и тут вот все с изгибом давайте будем экспериментировать делаем косточки g подставляемые где-то вот здесь будет таз так что давайте наверно зайдем в edit mode выберем всю косточку левой кнопкой мыши сделаем с и вот эту наверно косточку английская и с помощью моб поставим наверно ровно вот так если что в процессе будем уже менять изгиб так а в принципе изгиб то и надо поменять и вывести эту косточку так здесь она пусть и стоит значит чуть-чуть и пониже наверно выбираем верх кости жмем английскую е вот сюда выводим косточку на вот эту часть где находится типа пояс теперь здесь будет цельная косточка потому что нету ни позвонков ничего и в принципе но можно сделать маленькую шею так чтобы перепад какой-то был и е вытянуть голову так это дело есть теперь что будем делать с хвостом тройками нам падим а хвост мы обыграем вот эту часть мы сделаем g вытянем косточку вот сюда вот так вот и именно вот до складки так можно еще немножко g теперь вот эту косточку alt p clear parent отсоединим и вот здесь у нас появился получается раз два три четыре пять шесть костей должно быть вот давайте мы их попробуем и поставить так одна маленькая кость еще одна побольше одна побольше следом наверно вот это будет пусть цельная и ставим косточку control z g там большую и попробуем ее как-то поставить чтобы она перекрывала все жало чтобы потом никакая часть не тянула так ну в принципе это еще подкорректируем сейчас в процессе единицы нам паде теперь нам нужно вставить две пары рук вытягивать будем вот из этой косточке получается е вытягиваем до плеча и е control z отсоединяем ее alt p clear parent теперь выбираем вверх кости жмем е так вот здесь уже локоть у тут получается вот мы до него и тянем так теперь е вытягиваем косточку вот сюда вот так вот смотрим что получилось делаем и английская и корректируем косточку вот именно чтобы и сверху был от семерку на нампаде нажимаем и чтобы ее как-то вот сюда подставить теперь единицы на нампаде через shift все это дело выбираем косточку g и устанавливаем выравниваем вот вы видите что есть неудобства в плане каком теперь ловить надо если бы рука была ровная ничего такого делать не пришлось бы так и вот в чем опять же загвоздка кисти рук во внутрь у меня стоят желательно их перекрутить в обратную сторону или уже будем использовать кости так давайте тогда использовать наверно кости будем вытягиваем маленькую кость вот эту теперь сюда кость выбираем вот эту часть сюда кость и вот вытягиваем по одной кости к каждому пальцу зачем это делается для того чтобы в процессе анимации кисть была именно гибкая чтобы можно брать было пистолет или еще что-то эдкое так теперь мы выберем наверно все вот эти косточки семерка на нампаде смотрим что да как и вот опять же вот эти углы появляются которые очень трудно ловить будет теперь вытаскиваем е кость смотрим видите она уходит бог и постоянно будете нужно это все дело подгадывать со всех сторон смотреть но вроде кость попала вроде бы попала так теперь делал и делим эту косточку это сабдивизии и на две кости вот эту вот этот палец теперь нам нужно вытянуть вот в такую позу ставим е вытягиваем косточку до конца g опять же ее нужно поймать каждый палец и вы видите что косточка в принципе начинает немножко перекручиваться вот это уже тоже не есть хорошо так теперь сабдивизии эту косточку мы делим уже над на три кости и будем вытягивать теперь каждую косточку так по одной е сюда вытягиваем смотрим опять же вы видите что она ушла и нужно подравнять со всех сторон посмотреть и опять же поделить на две кости на три повторяем это дело так это косточка немножко джи ушла и вот это немножко ушла теперь е вытягиваем эту косточку смотрим подгадываем подравниваем в принципе она сидит на пальце так вроде бы на пальце так вот эту косточку можно еще немножко глубже опустить и теперь опять же сабдивизиями ставим на три кости ну и заканчиваем с этим пальцем с этой кистью G выравниваем G выравниваем G подгадываем устанавливаем смотрим со всех сторон и вот теперь опять же ее делим на сабдивайды на три кости так рука вроде бы сделано посмотрим в процессе как она себя поведет и нужно терье вытянуть кость вот отсюда делаем alt p clear parent отсоединяем ее и сразу соединяем вот с этой косточкой вот эту косточку вот с этой ctrl p keep offset так все это дело закончено кстати еще можно что сделать отключите деформацию так попробуем потом вот эту руку сюда скопировать и подставить так ладно выбираем все это дело через shift и делаем shift д копируем устанавливаем ее вниз вот сюда и и вот здесь теперь нужно будет эту руку опять же ловить G убираем сюда вроде эта часть поймалась выбираем теперь снимаем через shift выделение вот именно вот этой кости чтобы не затронуть выделяю верхнюю руку вот эту теперь R перекручиваем и G устанавливаем ее вот сюда нужно поймать именно R вот эти пальцы чтобы их не выставлять опять так ну в принципе установлено только теперь немножко еще R и углубляем именно в кисть в пальцы поглубже так давайте немножко еще R и подкрутим так это установилось теперь что нам нужно нам нужно теперь поймать опять же вот эту и вот эту часть G уводим кисть подальше здесь ловим локоть ну вроде локоть поймался следом что нужно сделать нам кости поставить на крылья так смотрим будем вытягивать вот отсюда косточку и нужно ее так это тройка на нампаде E вытянуть ровно чтобы она не перекручивалась теперь мы ее ALT и CLEAR PARENT отсоединяем вот так единица на нампаде R перекручиваем G уводим вот сюда еще R перекручиваем G и пробуем G и пробуем G ее побольше чтобы она захватывала именно все крыло почему потому что если сделать меньше то вот эти части возможно будут как тянуться ломаться ломаться тянуться словом будет казус так вот эту часть G подведем краю вот этого крыла и вот это шею в D скопируем R перекрутим G опустим и S уменьшим это крыло вроде поменьше так где у нее тут начало где конец и G вот сюда подправим так вот теперь вопрос в чем не близко ли стоят кости вот друг другу как бы они не начали друг за ну тянуть одно крыло другое это потом уже посмотрим но если что их удалим и перевяжем RIG так эти кости мы вытягивали вот из этой кости значит в принципе она должна привязана быть нормально вот эти две косточки вот это и вот это вяжем полностью все вот к этим костям вот к этой кости а вот эти вот руки вот эти руки наверное перевяжем вот в принципе тут тоже она давайте попробуем вот к этой кости завязать вот к этой ctrl P keep offset так это все дело есть жало есть ну вот в принципе RIG готов теперь нужно выбрать нам что вот эти все кости вот эти вот эти крылья руки смотрите чтобы все выделялось потому что потом добавлять или возвращать возможно будет проблематично делаем делаем теперь shift D дубликат щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши mirror и по x global по x теперь с помощью MOV мы все это дело устанавливаем вот сюда смотрим смотрим чтобы все стало именно правильно так руки чтобы пальцы совпали ну в принципе наверно попали единицы на нампаде теперь что нужно сделать я сохраню наверное проект save us и сохраню чтобы если какой-то косяк будет можно было все это дело переделать так заходим в post mode и теперь сразу пока не привязываем именно к телу rig давайте сделаем inverse kinematic выбираем вот эту косточку и вот эту ctrl shift c назначаем inverse kinematic ставим на две кости теперь выбираем руку вот эту вот эту косточку и ctrl shift c inverse kinematic тоже ставим на две кости теперь выбираем с этой стороны все и ctrl shift c inverse kinematic две кости продолжаем все это дело вот в таком духе вот в таком духе ctrl shift c инверс kinematic так это установилось можно еще дополнительно как в прошлый раз я показывал установить сюда вот на эти косточки constraint локация а вот на эту косточку установить constraint дополнительные ротация так где тут копии rotation вот вот это также можно использовать если вам сильно не надо ее крутить и дополнительно копии так лимит rotation лимит вращения так ну пока вроде достаточно теперь заходим в object mode и суть вопроса в чем вот эти крылья вы видите что это один типа sub tool это тоже один sub tool здесь у нас еще оказывается я забыл присутствуют вот эти усы давайте добавим косточки edit так не edit mode выберем кости и зайдем в edit mode в принципе если они двигаться не будут тут косточки не нужны так таким вот образом ну вот из этой косточки головной из головы давайте вытащим еще одну кость и так g единица нам подиже немножко ее подровняем alt p clear parent мы отсоединим g подставим вот к этому усу так как-то и тройка на нам поди развернем и подставим еще как-то вот так если он должен гнуться вот этот ус то тогда делаем вот такую штуку g устанавливаем с уменьшаем g подгоняем к самому низу так тут теперь r перекручиваем g подставляем и введем вот эту косточку вот эту косточку g сюда вот так ставим e вот сюда e вот сюда но это с учетом если он должен усами этими шевелить так теперь g обязательно чтобы все ровно здесь стало ну так и привязываем вот эту нижнюю кость вот эту головной через shift и ctrl p keep of set чтобы она именно вместе с головой двигалась а вот эти уже последующие можно даже настроить опять же в констрейна это получается вот эту косточку выбираем и добавим ctrl shift c это уже в post мод ctrl shift c можно добавить copy rotation опять же ролики есть на эту тему чтобы когда вы выбираете вот эту косточку эти гнулись мягко повторяли изгиб вот этой кости так что еще взять вот этой косточке тоже давайте пока деформацию отключим вот этой косточке отключена деформация этой тоже отключена обжиг мод арматуру пока можно отключить и что у нас здесь имеется у нас имеется вот тело и к ней еще идет еще одна часть с руками давайте ctrl j это все дело объединим в один саптул и руки тоже опять же через shift и ctrl j чтобы это было как было одно тело ну вот теперь давайте посмотрим что вообще как он примет вот этот персонаж кости так давайте и усы тоже объединим ctrl j наверное если что их можно потом отсоединить расскажу как ролики опять есть на канале так теперь что у нас арматуру пока отключаем все выбрано кроме крыльев крылья мы по-другому к этим костям как кости привяжем и через shift выбираем кости ctrl p with automatic widget долго привязывается в принципе нужно еще было бы понизить полигонаж именно сетку сделать поменьше так посмотрим давайте сетку конечно она очень плотная и давайте добавим опять же модификатор decimate и поставим так это не тот вот он внизу ноль точка тысяча еще раз аплим ну вот уже вроде не столь плотная так выбираем косточки так сначала крылья наверно привяжем выбираем вот эти крылья и через shift кости заходим посмотрим выбираем так вот эту кость и вот так вот получается их надо разъединить вот эти крылья нужно сделать отдельными заходим выбираем крылья и заходим в edit mode выбираем вершины или полигоны или ребра и нажимаем L английскую вот у нас выделилось одно крыло и давайте нажмем P selected это уже отдельный sub tool так теперь object mode выбираем нижние крылья и находим edit mode выбираем крылья полигоны вершины L и жмем P selected так теперь вот теперь привязываем единицы на нампаде выбираем одно крыло через shift кости заходим в post mode выбираем ту кость которую нам надо и жмем ctrl P bone так так теперь выходим выбираем еще крыло через shift опять кости пост мод выбираем нужную нам кость ctrl P bone ну и с этими крыльями тоже самое проделываем так обжиг мод вот но теперь крылья так кости выбираем идем посмотрим как же это все дело здесь закрутиться завертится правильно ли сделан рик и как он привязался выберем сначала вот эту косточку и попробуем R покрутить так вот эта часть была не выбрана по моему и вот тянет голову почему потому что кость вот близко так что можно сделать можно ее отсоединить и привязать опять же ну как bone теперь что у нас крыльями проверяем крылья у нас работают нормально так что у нас головой так что тут у нас попробуем перевязать это все дело выбираем так арматуру пока открутим выбираем всего персонажа и вот эту часть я по моему не выбрал или выбрал так где она тут находится ну в принципе все выбрано попробуем попробуем перевязать ctrl p ctrl p у это автоматик виджет опять же выбираем кости и заходим в посмот проверяем руки 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 хорошо работают вы видите что все нормально единственное что вот эта вот часть вот эта часть вставка вот из-за нее идет весь каприз а так в принципе персонаж должен работать сделать вот эту вот часть задницу было делать ровно вот тут привязались вершины вот этой кости как можно обыграть это все так давайте попробуем зайти в edit мод удалить вот эту косточку delete бом так надеюсь больше вязаться тут нечему и заходим посмотрим и проверяем как у нас теперь работает все это дело R вот он вершина которая тянет она и привязалась вот это вершина попробуем отвязать ее каким образом опять же выбираем персонажа и делаем ctrl p with automatic widget перевязываем перс после отсутствия кости так выбираем косточки посмотрим и вот что я хочу сделать я хочу вот это вот шило вот вы видите все нормально это шило отвязалось я хочу его просто как увести на низ и желательно произвернуть но вот эта часть теперь будет пустота вот это а так в принципе вот она плохо будет за собой тянуться а так все работает и нужно переделать теперь вот этого шершня вот под этот рик подкорректировать вот эту вот эту часть вот так вот так будет работать он шикарно единственное что его теперь губит это вот этот вот так вот эти части которые привязать если если их вязать бом то придется вязать какой-то одной кости если вязать к одной кости то симметрии него нужно делать цельного вот этого персонажа и хвост вниз вверх можно и так оставить а вот именно вот от этой части вот от этой части нижней вот от этой все это дело переделать ровно вниз опустить и тогда персонаж может уже классно анимироваться вот руки его движутся крылья его в принципе могут махать вот тянется голова потому что косточка близко крылья надо чуть-чуть как-то вниз потом уводить чтобы они вдруг не тянули или вот эту головную как-то уменьшить ну словом вот такой вот персонаж вот такой рик и в принципе он рабочий некоторые корректировки все родное его остается крылья родные руки тоже вот ну можно эти пролепить сделать мультяшными а так получается нормальный персонаж его губит только вот эта вот часть стыковочная нужно ее просто переделать под этот рик сделать цельную без вот этих вот разных саптулов монолит все всем пока до свидания пока анимация этого персонажа не может быть сделана потому что вы видите что проблемы появились с самим жалом ну зато все работает что и требовалось доказать все всем пока пока